Так, вторая часть, простой приемник АМ или беспроводные наушники, без питания. В первой части я уже показывал схему на одном германиевом транзисторе, у меня это ГТ309Г. И схема вообще не требует никакого электропитания, работает за счет энергии радиоволн. Колебательный контур и транзистор ГТ309Г. Вместо высоколомных наушников подключил приемник HRD-K603 к линейному входу. Это чтобы можно было слушать и на камеру телефона. Представляет Радио Панорама, 27 июля. Точная подстройка и уровень сигнала хороший. А начнем мы сегодня с науки, темы, которая имеет непосредственно отношение не только к радио, но и к другим средствам связи. Ученые обнаружили, что межпланетные толчки, которые лоб в лоб ударяют по магнитному полю Земли, вызывают более мощные электрические токи на уровне Земли, угрожая наземным коммуникациям и подводным кабелям. Об этом в середине июля написал журнал Frontiers. Поверные сияния вызываются частицами Солнца, попадающими в магнитное поле Земли. Но эти удары также вызывают геомагнитно индуцированные токи на уровне Земли, которые могут повредить инфраструктуру, проводящую электричество. Ученые, изучающие эти токи для защиты критической инфраструктуры, провели первое исследование, в котором сравнивают межпланетные толчки с обмирениями геомагнитно индуцированных токов в реальном времени, показывая, что угол удара толчков является ключевым для прогнозирования возможного ущерба инфраструктуре. Толчки, которые ударяют по магнитному полю под углом, производят менее мощные токи. Каково же влияние этих толчков на инфраструктуру? Полярные сияния вдохновляли мифы и всевозможные предзнаменования на протяжении тысячелетий. Но только сейчас, с современными технологиями, зависящими от электричества, мы оцениваем их истинную силу. Те же силы, которые вызывают полярные сияния, также вызывают толчки, которые могут повредить инфраструктуру, проводящую электричество. Теперь ученые, пишущие в Frontiers in Astronomy and Space Sciences, продемонстрировали, что угол столкновения этих так называемых межпланетных ударов является ключом к возникающей силе токов, что дает возможность прогнозировать опасные удары и защищать критически важную инфраструктуру. Полярные сияния и геомагнитно-индуцируемые токи вызваны схожими факторами космической погоды, объяснил доктор Дэнни Олибейра из Центра космических полетов имени Годдарда, НАСА, ведущий автор опубликованной статьи. Полярные сияния — это визуальное предупреждение, указывающее на то, что электрические токи в космосе могут генерировать эти геомагнитно-индуцированные токи на Земле. Область полярных сияний может значительно расширяться во время сильных геомагнитных бурь до Багалона. Обычно ее самая южная граница находится около широты в 70 градусов, но во время экстремальных событий она может опускаться до 40 градусов и ниже, что, безусловно, произошло во время шторма в мае 2024 года, самого сильного шторма за последние два десятилетия, рассказывает Олибейра. Полярные сияния вызываются двумя процессами. Либо частицы, выброшенные Солнцем, достигают магнитного поля Земли и вызывают геомагнитную бурю, либо межпланетные толчки сжимают магнитное поле Земли. Эти толчки также генерируют геомагнитно-индуцированные токи, которые могут повредить инфраструктуру, проводящую электричество. Более мощные межпланетные толчки означают более мощные токи и полярные сияния, но частые, менее мощные толчки также могут нанести ущерб. Возможно, наиболее интенсивные пагубные посредствия для энергетической инфраструктуры произошли в марте 1989 года. После сильной геомагнитной бури система ядра Квебек в Канаде была отключена почти на 9 часов, оставив миллион людей без электричества, сказала Либоэра. Но более слабые, более частые события могут со временем предоставлять угрозу для заземляющих проводников. Наша работа показывает, что значительные геоэлектрические токи возникают довольно часто после толчков, и они заслуживают внимания. Считается, что удары, которые попадают на Землю лоб в лоб, а не под углом, вызывают более сильные геомагнитно-индуцированные токи. Поскольку они сильнее сжимают магнитное поле, ученые исследовали, как геомагнитно-индуцированные токи подвергаются влиянию ударов под разными углами и в разное время суток. Для этого они взяли базу данных межпланетных ударов и сопоставили ее с показаниями геомагнитно-индуцированных токов из газопровода Мянцяля в Финляндии, который обычно находится в авроральной области в активные периоды. Чтобы рассчитать свойства этих ударов, такие как угол и скорость, они использовали данные о межпланетном магнитном поле и солнечном ветре. Удары были разделены на три группы, сильно наклоненные удары, умеренно наклоненные удары и почти фронтальные удары. Выяснилось, что более фронтальные толчки вызывают более высокие пики в геомагнитно-индуцированных токах, как сразу после толчка, так и во время последовавшего за ним шторма. Особенно интенсивные пики наблюдались около магнитной полуночи, когда Северный полюс находился между Солнцем и Мянцяля. Локализированные магнитные штормы в это время также вызывают яркое полярное сияние. Умеренные токи возникают вскоре после воздействия возмущения, когда Мянцяля находится около сумерек по местному времени, тогда как наиболее интенсивные токи возникают около полуночи по местному времени, сказал Оливейер. Поскольку углы этих толчков можно предсказать за два часа до удара, эта информация может позволить нам установить защиту для электросети и другой уязвимой инфраструктуры до того, как ударят самые сильные и лобовые толчки. Одно из того, что операторы энергетической инфраструктуры могли бы сделать для защиты своего оборудования, это управлять несколькими определенными электрическими цепями. Когда выдаётся предупреждение о толчках, предположил Оливейер, это предотвратит сокращение срока службы оборудования геомагнитно индуцированными токами. Однако учёные не обнаружили выражение, что углом удара и временем, которое требуется для того, чтобы произошёл удар, который затем вызывает ток. Это может быть связано с тем, что для изучения этого аспекта необходимо больше записей токов на разных широтах. Текущие данные были собраны только в определённом месте, а именно в системе трубопроводов Мянцяля, сказал Оливейер. Хотя Мянцяля находится в критическом месте, это не даёт общей мировой картины. Кроме того, в данных по Мянцяля отсутствует несколько дней в исследуемом периоде, что заставило нас отбросить многие события в нашей базе данных по ударам. Было бы неплохо, если бы мировые энергетические компании предоставили свои данные учёным для исследований. Добавил Оливейера. Совет директоров корпорации радио и телевидения Испании, RTI, единогласно одобрил покупку, установку и ввод в эксплуатацию нового коротковолнового передатчика. Это первый из пяти новых передатчиков, которые радиоэкстерьёр до Испании, RTI, срочно необходимы для обеспечения непрерывности этой общественной службы. Новые передатчики заменят существующее оборудование, срок службы которого значительно превысил все установленные лимиты и частые поломки которого ставят под угрозу непрерывность коротковолнового вещания. Эти передатчики будут отвечать за трансляцию коротковолнового сигнала в Западную Африку, на Ближний Восток, Северную и Южную Америку. По этим решениям RTI выполняет свои обязательства по оказанию общественных услуг, изложенные в рамочном мандате и в законе 17.2006 от 5 июня, который устанавливает, что корпорация должна «стремиться» обслуживать самую широкую аудиторию, обеспечивая максимальную непрерывность и географический, и социальный охват, с обязательством предлагать качество, разнообразие, инновации и этические стандарты. Кавычки закрываются. Это большой шаг вперед, который гарантирует непрерывность общественных услуг RII для испанцев, находящихся за пределами наших границ, и для иностранцев, интересующихся Испанией. Это обязательство корпорации появилось после многих лет неопределенности. В 2014 году коротковолновое вещание RII было закрыто на несколько месяцев. В 2018 году было снова достигнуто 8-часовое ежедневное вещание на коротких волнах. Короткие волны RII несут голос и видение Испании по всему миру. По этой причине директор станции Луис Мануэ Фернандес Эглесиас В своей речи перед советом директоров RII призвал, кавычки, привлекать Министерство иностранных дел и культуры Испании к будущему радиоэкстерьер, как в разработке его программ, так и финансировании этого общественного международного вещателя, которым является АИИ. Кавычки закрываются. Как показало вторжение в Украину, короткие волны избегают контроля и цензуры, гарантируя демократическое право на правдивую и честную информацию. Еще одним преимуществом является их бесплатный характер для слушателей и низкая стоимость в инвестиции, необходимые для его приема в любом месте. Эти обстоятельства делают очень привлекательным короткие волны, особенно для рыбаков, торговых моряков, миссионеров или испанских волонтеров, которые выполняют свою работу там, где нет сигнала интернета. Об этом говорится в сообщении, которое месяц назад было опубликовано в SWEling Post. А прочитав это сообщение с огромным, не скрою удовольствием, я вспомнил, что мы уже об этом говорили. И не просто говорили, в нашем эфире прозвучал материал, что называется, «Из первых рук». В середине апреля в рамках еженедельного радиожурнала из Мадрида вышло интервью с директором испанского иновещания. Интервью очень оптимистичное для всех любителей коротких волн, и я сейчас предлагаю его еще раз послушать уже в нашей панораме. 15 марта 1942 года стало именно тем днем, когда начало свое вещание международное радио Испании. Изначально оно было предназначено для франкийской пропаганды в мире, в том числе и на страны бывшего СССР. Со смерти испанского диктатора Франциско Франко в 1975 году вещание радиоэксперер на иностранных языках, включая русский, на короткой волне прекратило свою работу, и только спустя 15 лет оно было возвращено, но уже в другом формате и с другими намерениями. Начиная с 1990 года, каждый день радиоэксперер на Испании рассказывает не только о новостях, испанской жизни, ее культуры, общества, политике, но также о том, что происходит во всем остальном мире. К слову сказать, радиоэксперер – это единственная радиостанция в испаноязычном мире, которая выпускает программы на русском языке. Именно поэтому я не мог не поговорить на эту тему с тем, кто лучше всего разбирается в международном радио Испании, а именно с его директором Луисом Мануэлем Фернандесом Иглесиасом. И вот каким получился наш разговор. Короткие волны традиционно являлись жизненно важным инструментом для распространения информации в отдаленных районах или местах с ограниченной инфраструктурой. Однако сегодня с появлением интернета и развитием социальных сетей многие страны, такие как Соединенные Штаты, Италия, Германия, Великобритания уже закрыли или находятся в процессе сокращения вещания на короткой волне. Однако международная радио Испании, радиоэкстериор, не только не отказывается от короткой волны, но даже еще и расширяет вещание в таком формате. Такую роль играет короткая волна в нынешнюю эпоху глобализированных коммуникаций. Могу сказать, что сегодня в таком все более глобализированном мире, как никогда, очень важно не только сохранить, но и продолжать развивать вещания на короткой волне. Да, это достаточно архаичная технология, однако она показала ряд несомненных преимуществ, которые есть у короткой волны по сравнению с другими формами распространения информации. Взять, например, то, что в эпоху мировых конфликтов войн короткой волновой вещами не подсильно никакому контролю ни цензуре со стороны правительств, которые не принадлежат к свободному миру. Поэтому с уверенностью могу сказать, что короткая волна это незаменимый инструмент для того, чтобы передать видение ситуации каждой страны тех событий, которые происходят сегодня в мире, как ты сказал, все более глобализованным и более связанным. В нашем случае речь идет, конечно же, о культуре, языке и стратегических интересах Испании на мировой линии. Более того, короткая волна это не только способ передачи информации на далекие расстояния, но также способ гарантировать конституционное право на доступ к информации всех тех жителей Испании, которые проживают за ее пределами и которым хочется поддерживать связь со своей страной. В праздные годы у радио-экстерьера было несколько центров коротковолновой передачи, а именно на Канарских островах, в Арган-Оль-Рей и даже в Госта-Рыке. Однако все они с течением времени были закрыты, за исключением одного, того, который по-прежнему продолжает работать. Речь, конечно же, идет о центре Ноблехас, что находится в провинции Толедо, на расстоянии примерно 90 километров от Мадрида. Именно туда вместе с нашими коллегами из международного радио Испании мы направились, чтобы получше разобраться в том, как работает вещание на короткой волне. И вот что рассказал Франциско Гонсано, нашему коллеге Иванову Румеро из Радио 1, о том, почему для строительства радиопередачи как международного радио Испании было выбрано именно это место, Ноблехас. Этот центро селегио, прежде всего, за его географическое положение. Это место находится на высоте 600 метров, что значительно выше, чем другие локации в непосредственной близости к Мадриду. Все это позволяет нам иметь хорошее распространение сигнала без помех. Помимо самих радиопередатчиков, на территории Ноблехас также находятся антенны, без которых невозможно вещание на короткой волне. Если честно, то здесь меня ожидал сюрприз, поскольку я ожидал увидеть такие круглые телевизионные антенны. Но нет. Вождь рассказал сэрху Мендет, нашему коллеге Ивану Румеро, про антенны, которые находятся в нашем центре в Ноблехас. Наши антенны представляют собой вышки, между которыми натянуты кабли. Многие по ошибке думают, что вышки и отвечают за передачу сигнала, однако это не так. Антенны — это металлические кабли, которые направляют сигнал в определенную точку. Далее сигнал доходит до ионосферы, отражается от нее, возвращается на Землю. И таким образом сигнал достигает интересные нам точки на карте мира. Все это, конечно же, вычисляют специализированные программы. Вот такие вот интересные подробности о том, как работает с технической точки зрения вещание на короткой волне. Если честно, лично у меня остались двоякие впечатления, потому что территория центра Ноблехас, она огромная, она занимает несколько гектаров, но, к моему большому удивлению, там работает только два человека. Но все же вернемся к нашему разговору с директором международного радио Испании, радиоэкстериор Лиусом Мануэлем. Ты упомянул, что вещание на короткой волне — это достаточно старая технология, если даже не сказать архаичная. И вполне возможно, что молодое поколение слушателей, которым более привычно слушать программы на стриминговых платформах или в онлайн-вещании, даже не знают, что такое коротковолновое вещание, что оно из себя представляет. Как, по твоему мнению, радиоэкстериор Испания может адаптироваться к современности, чтобы поддержать свою аудиторию на коротких волнах, используя при этом преимущество новых технологий. Я не думаю, что молодежь является нашей нишей, из которой мы могли бы получить новых слушателей и расширить свою долю в радиоэкстериорах. Особенно если мы говорим про молодых людей, которые живут в разных странах. Безусловно, что у них есть свободный доступ к интернету и свои формы получения вертельной информации. Наша целевая аудитория – это те страны, в которых по разным причинам, будь то экономические или политические, жители не имеют доступа к информации без цензуры. Взять, например, интернет. Несмотря на действий, технологический прогресс, не во всех уголках нашей планеты есть у людей доступ к мировой паутине. Дальше, спутник овещания. Это, безусловно, тоже очень хороший способ передачи и получения информации. Однако это достаточно дорого. А вот короткая волна гарантирует доступ к информации без цензуры в любой точке мира. Кроме того, если говорить про стоимость транзистров, которые необходимы для получения, то ездят в очень маленьких суммах. И еще раз повторю, молодежь, которая живет в разных странах, как, например, мой сын, не встречается с проблемами отсутствия доступа к информации. Однако, если мы обратимся к людям, которые находятся в очень удаленных местах или живут в условиях диктатуры, то для них короткая волна жизненно важна для того, чтобы быть информированным о том, что происходит не только в их странах, но и в мире. Взять, например, рыбаков, которые по полгода находятся в открытом океане. Они, к слову сказать, являются большими сторонниками и защитниками вещания на короткой волне. Потому что для них международная радио Испании это простой и бесплатный способ поддерживать связь с материковой Испанией. Да, конечно же, у них есть возможность приобрести спутниковый приемник, однако он стоит от 4 до 6 тысяч евро, а может и больше. Тем не менее, из-за погодных условий, а также из-за постоянного движения рыбацких суден, не факт, что получится слушать программы в хорошем качестве. Так что, повторюсь еще раз, что коротковолновое вещание это эффективный, простой и дешевый способ получать информацию. К слову сказать, когда в 2014 году вещание на короткой волне прервалось на 2 месяца, именно испанские рыбаки настояли на том, чтобы руководство национального государственного радио Испании вернуло вещание на короткой волне. Продолжаю разговор про вещание в отдаленные точки планеты. Лиша Мануэль, как тебе известно, Международная радио Испании, помимо вещания на русском, также имеет программы, которые вещают на английском, французском, португальском, арабском языке и Сефардин. Какую роль коротковолновое вещание радиоэкстерерда Испании играет в освещении таких конфликтов, как война в Украине или в секторе газа, по сравнению с другими средствами коммуникации? Я еще раз вернусь к тому, что тебе сказал до этого. Наша роль в освещении, названных тобой войн, заключается в том, чтобы граждане королевства, которые проживают на территории этих конфликтов, могли получить объективное и достоверное освещение событий без какой-либо цензуры. Однако речь также идет о всех тех людях, которым интересно узнать испанскую точку зрения на события. И, к счастью, с каждым годом наслушают все больше и больше иностранцев. Не стоит также забывать, что во время военных конфликтов первые, кто принимает на себя удар и чувствует последствия всех войн, это, конечно, средства массовой информации, телевидения, радиостанции и так далее. В случае с короткой волной уже невозможно заблокировать. Она достигает любой точки мира без преград, включая Украину и сектор газа. И здесь наша роль заключается в том, чтобы люди, которые находятся в зонах конфликтов, могли бы иметь доступ к информации о том, что происходит в мире. Они достойны, без сомнения, того, чтобы знать правду и иметь возможность услышать испанскую точку зрения на происходящее. Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, вызывает у меня надежду и оптимизм. Однако всего лишь несколько лет назад, а именно в октябре 2014-го, тогдашнее руководство государства радио Испании приняло решение о закрытии решения на короткой волне. Это продолжалось в течение двух месяцев. Я считаю, что это была большая ошибка по мнению, потому что это была пустой тратой времени. Более того, с тех пор было предложено не достаточно сил, а, что самое главное, инвестиции в то, чтобы вещание на короткой волне было гарантировано на многие десятилетия период. Я говорю о годах, когда международная радио Испании была удано на производство судьбы. И теперь нам приходится работать в ускоренном режиме, чтобы наверстать упущенное. Буквально в прошлом году комиссия испанской телерадио-вещатной корпорации по инвестициям приняла решение об обновлении радиопередатчиков, которые находятся в распоряжении радио-окстерьер. В этом году я надеюсь, что уже в самое ближайшее время будет одобрено приобретение первого из пяти новых радиопередатчиков, которые мы получим в ближайшие годы. Поскольку те, которые находятся в нашем распоряжении сегодня, работают с перебоями, и их поддержание в рабочем состоянии дается нам с большим трудом. Как только мы получим зеленый свет на приобретение новых радиопередатчиков, будет объявлен тендер на их производство. Отмечу, что в мире нет так много компаний, которые их производят. В настоящий момент мы располагаем радиопередатчиками, которые произвели в США и в Швейцарии. Их производство – это длительный процесс, и каждая передача проектируется индивидуально под каждого заказчика. Время и вероятность у нас, однако мы будем работать настолько быстро, чтобы успеть заменить все радиопередатчики, которые выходят из строя, и тем самым гарантируют вещание на коротковолне в Испании как минимум на 40-50 лет вперед. Как ты знаешь, у нас очень много слушателей, для которых радио – это не просто источник информации, но также их увлечение, хобби и любовь всей жизнью. Какое послание ты хотел бы передать нашим слушателям, слушателям вещания на русском? У меня сахареаградекименто. Се, ази, 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 прежде всего хотел бы вылезти в благодарность слушателям вещаний на русском радио. Наши проламы слушают во всех уголках мира. Так, совсем недавно я получил письмо от нашего слушателя из Кубы, в котором он рассказывал о том, что он слушает вещания на русском уже не в одной стилике, и что голос международного радио Испании сопутствует ему в разные периоды его жизни. Но это еще не все, поскольку помимо таких трогательных писем мы получаем десятки других, которых нам сообщают о качестве сигнала в разных точках мира. Это очень важно для нас, чтобы гарантировать хорошее качество вещания. Так что еще раз, большое спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы не только остаетесь верны программам международного радио Испании, но также помогаете нам гарантировать высокие стандарты качества вещания в любой точке и сильного шага. И в конце мне хочется закончить на патнистической ноте вещание на короткой волне было практически на грани своего прекращения в Испании. Тем не менее, мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы качество нашего сигнала было бы сильнее и лучше. И чтобы, как и раньше, наши программы достигали тех мест на планете, которые недоступны для других средств массовой коммуникации на многие годы и купили. Мультисимас графис. Мультисимас графис. Мультисимас графис. Академия. Фрагмент радиожурнала из Мадрида, прозвучавшего в нашем эфире в середине апреля. Я с большим удовольствием прослушал этот сюжет еще раз, и мне очень хочется разослать его всем европейским вещателям. В первую очередь их директорам, руководителям, управляющим. Ведь действительно очень жаль, что профессионализм в радио, к сожалению, как во многих других отраслях, теперь не в части. Ведь на данный момент в Европе лишь две страны, чей общественный вещатель остался на коротких волнах с передачами на русском языке. Это Испания и Румыния. Мы стараемся как можем исправлять эту ситуацию, и поэтому по субботам, начиная с 3 августа, наши коротковолновые трансляции будут продлены на 1 час до 18 часов до всемирного времени. А чтобы узнать, что появится в нашем эфире, включайте свои радиоприемы. Всемирная радиосеть представляет. Вот такой прием на простой на одном транзисторе Германии контур и транзистор ГТ309Г. Можно слушать через высокоомные наушники, а можно через внешний усилитель. Всем спасибо! за просмотр! До новых встреч! Пока!